Итак, я хочу представить известного современного поэта, прозаика, драматурга, историка культуры и литературы, исследователя про цивилизации и аномальных явлений, кандидата феологических наук, доцента, писателя, мариниста, военного журналиста, гвардии капитана первого ранга Олега Олеговича Столярова. Олег Олегович Столяров, пожалуйста, поаплодируем. Ну, информация немножечко устарела, теперь я уже вице-адмирал, мне тут на юбилей погоны вице-адмирала дали за заслуги в маринистике, но такое бывает. Ну, а поскольку космическая тема, я хотел бы начать свое выступление с представления антологии «Слава космотворчеству». Эта антология была задумана еще в далеком 2011 году нами с Георгием Михайловичем Гречко. Я дружил с этим человеком 25 лет, и он мне однажды сказал, «А вот современные поэты, кроме тебя, пишут стихи о космосе». Я говорю, ну, конечно, Георгий Михайлович, сколько угодно, есть поэтов, которые пишут стихи о космосе. Да, надо тогда издать антологию в 21-м году. Я напишу предисловие, и эта антология покажет, как современная поэзия в творчестве осваивает космические темы. К сожалению, Георгий Михайлович Гречко ушел в 2017 году, на 86-м году жизни, сердце не выдержало. Но в 21-м году, когда ему могло бы исполниться 90 лет, я понял, что надо эту антологию сдать, не только к 60-летию космонавтики, но и для того, чтобы выполнить завет Георгия Михайловича, создать такую антологию. Эту идею поддержала Федерация космонавтики России, Ассоциация музеев космонавтики России АМКОС и музей-библиотека Николая Федоровича Федорова. Книга вышла с предисловием летчика-космонавта Валерия Григорьевича Корзуна. И она была названа «Слава космотворчеству» по одной из моих строчек стихотворения, которое было посвящено Георгию Михайловичу Гречко. Я его здесь прочитаю. Но начну я со стихотворения «Каждый Гагарин». Его очень любит читать моя дочка. Она на театральной студии его представляла, представляла на конкурсе чтецов «Живая классика». И три раза с ним гран-при выигрывала. «Каждый в душе немного Гагарин. Даже еврей и даже татарин. Он словно солнечный свет лучезарин. Даже простой, смеющийся парень. Спросите тут же. Тоже Гагарин? Тоже Гагарин. Конечно, Гагарин. Тот, кто со рожденья совсем не бездарен. Он всеобъемлющ, он планетарен. Слог мой вравурен, высокопарен. Каждый с рождения немного Гагарин. Вывод мой ясен, элементарен. Хочешь летать, значит точно Гагарин. Ну вот, то стихотворение «Выход в космос», строчка из которого дала название «Онтология» по желанию Георгия Михайловича, так получилось. Это стихотворение я читал на его днях рождениях. Он очень любил, и он мне говорил, когда все собирались 25 мая. Ну вот, это стихотворение, прочтешь все, я говорю, да с удовольствием, Михайлович. Он в скафандре смотрится, гордо на орбите. Слава космотворчеству, что ни говорите, то, чем дело делая. Он творец прогресса, начинанье смелое, звездным флагом взвейся. Надо сомневаться ли, но взирает строго, Орбитальной станции пристальное око. Ну а теперь будет премьера, которая недавно состоялась. На эти стихи написал музыку мой друг-композитор. А стихи появились 11 апреля. Стихи как раз посвященные, секундочку, космосу. Но стихи, которые повествуют о подготовке к полету. Мы знаем много стихов, песен, которые воспевают подвиг космонавтов, подвиг Гагарина. А как это все происходило, как это все готовилось, немногие поэты пытались заглянуть именно в этот процесс. Ну, у меня как-то получилось, как мой композитор, когда я разместил этот стих ВКонтакте, мне позвонил, сказал, «Сукин сын, ты не понимаешь, что ты своял. Это гениальный прорыв, беру в работу». И в конце концов появилось, он на вдохновении, на эмоции написал музыку, появилась песня «Поехали», которую будет исполнять известный певец, артист, бас Федор Тарасов. Он сказал, «Я с удовольствием беру эту песню в свой репертуар». Подготовка к полету уже началась. Скоро, скоро уже, так мгновенья бегут, И наступит заветный космический час, И оценит планета тот каторжный труд. Скоро голос веселый его прокричит, Покрывая в эфире помехи, шумы, Чтоб забыла земля горечь детских обид. Восхищенно! Поехали! Космос! Прими! Щедрый космос! Объятия свои распахни! Мы стремились к тебе, Мы мечтали о том, В нетерпении считая и годы, и дни. Хоть казалось нам это несбыточным сном, Ныне сказка сбывается, В вихре команд, Ключ на старт прогремит, Разрывая покой. Человечество гордое вознаградят Те скупые слова, Платой став дорогой, А пока вся планета в неведе не спит, А пока она видит крылатые сны, Нам еще предстоит покорение орбит, Сколько славных побед нам еще суждены. Ну и, конечно, нельзя без юмора. В свое время был такой исследователь И уфологии, и аномальных явлений, Который основал даже целую такую группу движения, Космопоиск, Вадим Чернобров. Но он был странный человек, Ему везде казались летающие тарелки. И вот этот его исследовательский характерный почерк, Я как раз увидел, Его стремление везде видеть летающие тарелки, Нашло отражение в балладе некто. Как на лысой, на Олексинской горе Некто выл сидел в собачьей конуре, Все твердили, мол, шо гуманоид он, Но, однако, ен тот факт не подтвержден. То, что лает, ен-то все ж не аргумент, Лают все у нас, народ и президент, Лает дворник, академик, детвора, Так что к ен-тому привыкнуть нам пора. То, что в воздухе, над лысой, над горой, Тот объект завис, став песей конурой, Ни о чем еще пока не говорит, Вот, коллеги, ен-то и девит. Ну, упорен до чего здесь местный люд, Гуманоидов на Масленицу ждут, Уверяли хором местные спецы, Разлетались нонче шибко наглецы, То в шарах, то в треугольниках, А то тут куражился на медний конь в пальто, Тут такое происходит, господа, Вы почаще приезжайте к нам сюда. Ух, как местные уфологи зашлись, Етат некто, гуманоид, Гляньте ввысь, Ен-то, братце, право высший пилотаж, Как шныряет в облаках пришелец наш. Смотрим, вправду, тот, кто лаял, Сразу, вдруг, поменял свои размеры, Цвет и звук, даже форму негодяй он поменял, Превратилась конура, теперь в металл, Надрываются коллеги-тулики, Вам, спецам столичным, видно не с руки, Гуманоида в объекте том признать. Ну а если станет он на бошке срать, Насобачился он гад пужать народ, То тарелкой дни и ночи напролет Он прикинуться стремится, Каково то фантомом, Чтоб прошляпил ПВО. Раз на принца, Ен-то, граждане, пошло, Может, вправду мы, коллеги НЛО, Не увидели в собачьей конуре, Да на лысой, на Олексинской горе. Браво! Ну и в заключение этого Выступление у меня еще есть, сколько-то там? Минучек пять. Минучек пять. Ну тогда я, пожалуй, прочту такое стихотворение. Космические тропы у каждого свои, У них замес особый, Нет выше колеи. Идем по ним с рождения К разгадке тайн близки, Живей и дерзновенней Убийственной тоски. Ведут они куда-то, Петляя и змеясь. Здесь брат поддержит брата, А не повалит в грязь, И мир преобразится В заветный час, когда Мы все его частицы Осилим холода, Когда огнем сердечным И пламенем души Мы путь украсим млечный, К открытиям спеши. Космические тропы У каждого свои, У них замес особый, Нет выше колеи. Ну и, наверное, В завершении, да, Там еще осталось сколько? Минучки? В завершении, да. Так, тогда тоже Такой Иронический стих Тоже Георгию Михайловичу Гречко Мы с ним много говорили О летающих тарелках, Посвящений было много, Ну и вот Одно из них Увидим мы тарелочки, Увидим Только где? Вдруг станут те тарелочки Кругами на воде, Вдруг обернутся облаком, Растают в вышине Тарелочки, тарелочки, Пришедшие извне, И над следами странными Задумаемся мы, Следы-то те извилисты, А вовсе не прямы, Над ними биться, Мучиться Все время предстоит, Настырно так вторгаются Посланцы в прежний быт, Нам до сих пор неведомо, Что надо им от нас, И головы ломаем мы, Раскрыть секрет стремясь, Однако этой тайною Непросто овладеть, Хотя и подсознанию Мы распахнули клеть. Кто заинтересуется, Вот здесь мои книжечки, Можете ниже типографской Магазинной цене Цены приобрести с автографом, Пока автор есть здесь. Спасибо большое, Олег Олегович Столяров. Поплодируем. Книжечки, пожалуйста, Здесь есть, Очень интересные стихи, Не только на тему космоса, Так что приобретайте, Это интересно. Спасибо.